Окей. Итак, Шимон Ацадиб. Значит, Шимон Ацадиб говорит, «Надзорлы Ханаку». Вернемся к вопросам Ханаке. «Бы Ханаке ешь мифгаш бенч несу гейш манин». В Ханаку есть, происходит, как бы, встреча есть, так можно сказать, между двумя видами масел. «Шемен Иваниев и шемен Йуди». Масло ибреческое, масло еврейское. «Шемши асурла Йуди лишь тот яйн нысах». Это такое выражение. Подобно тому, как еврею запрещено пить нееврейское вино, оно называется яйн нысах. Надея такая в скопах, насколько я понимаю, и на сегодняшний день, то есть яйн, не то, что я понимаю, это известно. Аллаха говорит о том, что запрещено пить нееврейское вино, то есть, грубо говоря, оно называется не кашен. Более того, даже считается, что не зя пить вино, если оно открытое нееврея. Окей. То есть это идет из тех времен, когда язычники вокруг использовали вино в своем служении, возливали его на жертвенника. Да-да, поэтому в скопах тоже такая не очень или менее приятная ситуация, когда все собираются вместе, все замечательно, и все, и пятое-десятое, человек приносит с собой вино, и вдруг кто-то, значит, из приятелей хочет его открыть. И тут он как бы осторожно начинает эту бутылку отбирать, чтобы ему как бы самому открыть и все прочее. Окей. Подожди, это работает только с невареным вином, да? Да, большинство же вино мавушаль, вареное. По-моему, любое вино, ну, во-первых, любое, любое, насчет открытия, я не знаю, просто каждый раз более-менее такая ситуация происходит, если в компании есть люди, которые как бы легалхически не верят, что-то типа этого. Ну, оставим сейчас это, в общем, эта идея, как ты правильно сказал, она связана с тем, что в древние времена вино был центральным элементом идолопоклоннических культов, поэтому как бы был наложен запрет вообще пить нееврейское вино. Окей. И дальше. Боямимаэм гамая асур ло лицрох шэмен шегуин агабо. Но в те времена был даже дополнительный запрет, по-думе запрета на вино, о том, что евреям было запрещено так же и дотрагиваться не только до вина, но и до масла, на которого дотронулся нееврей. Аллаха зуам нам бутла, несмотря на то, что этот аллаха, это религиозное представление было аннулировано, киа цибур ло амадбо, почему это такое, ну, традиционное или галактическое выражение, значит, закон или хок, а цибур ло амадбо, в котором как бы общество или сообщество не может стоять, если не может его выполнить. Все равно оно как бы настолько суровое, что люди по жизни не могут его выполнить, поэтому оно отменяется. Такой принцип тоже есть. Поэтому это было отменено по поводу масла. А в альбофан и крони, еш машмаут ла и сурзе, да. Но как бы в теоретическом смысле у этого запрета у него есть или остался смысл. Еш шэмер шэлюмот аулам. Поэтому Равшевки говорит, есть масло народов мира. Бе шэмер шэль израэль. И есть масло Израэля. Бе царих ла авдиль бенэм. И правильно различать между ними. Дальше объясняет. А шэмер шэлюмот аулам зэт арбут аэллинистит. Ну а дальше начинается как бы медраж или символика. Именно масло народов мира олицетворяет собой, олицетворяет, это я добавил слово, греческую культуру. Вот это арбут аэллинистит, правильно. Эллинистическую культуру дословно. Бе от шэ шаара молхует аю и хасид. А, бе от шэ шаара молхует аю и хасид. Бе амати йот. В то время как и остальные цивилизации или остальные царства были более примитивны, или ровчат используют миложивотные, они, что выражалось в том, что они были более агрессивны. Ковшу не йот, ютер. А тарбут аэллинистит аэванит. А культура или цивилизация греческая, эллинистическая. Цамха митсат ахэлока ютер наалы. Он как бы произрастал из части, видимо, ну, части человеческой или аспекта человеческого, который более возвышенный. Вот ютерат наале. Вэ ац или более благородный шэбэ адам. В человеке. То есть не из-за животных инстинктов завладеть, оккупировать, захватить, наслаждаться жизнью. В физическом смысле слова. А из каких-то интеллектуальных запросов. Это я добавил. Айно, а, да, и Рафчерки пишет. Айно, а сэхэля мувшат, твоя эстетика. А именно какие запросы. Сэхэля мувшат – это абстрактное миропонимание или интеллект и эстетика. И эстетика – ощущение как бы прекрасного. Правильно? Дальше. Бероша пирамида, ахэраки, бэяван, амат философ. Ну, и как дальнейшая аргументация, подтверждение, Рафчерки пишет, что на вершине социальной пирамиды в Греции находился философ. Мульт арбутая вана неура, умэта так душа и срыли. Поэтому супротив культуры греческой и как бы просвещенной стоит израильская святость. Зэу мавак бэн шэмэн лэ шэмэн бэн орлы ор. Поэтому Рафчерки пишет, что это как бы столкновение и конфликт между маслом и между двумя видами масел, между маслом и маслом, и между светом и светом. То есть в каком-то смысле и то, и другой свет. Ну, так я понимаю, да? В каком-то смысле и то, и другой свет. Или отражение различных аспектов света, но различных аспектов. Амивгаш арешон шэлану кэума има иванима я бэйэмээ Александр Мукдон. Первая наша встреча, в нашем смысле, как бы еврейская встреча, как нации с греками, происходила во времена Александра Мукдона, мукедонского. Александр ба бэрош цава гадоль бэковэшк мизраха тихон. Александр пришел во главе огромного войска и захватывал Ближний Восток. И когда он достигает земли Израиля, первые, кто обратился к нему, были самаритяне. И у них есть просьба. Хорошо бы было, но это такое выражение, хорошо бы было бы, да? Чтобы мы хорошо бы было бы, чтобы он по дороге вообще еще бы разрушил еврейский храм. И они как бы это объясняют. Евреи не будут тебе подчиняться, кому оно, как мы. Так они как бы утверждали самаритяне. Поэтому правильно, если ты прежде всего пойдешь и разрушишь их храм в Иерусалиме. А Талмуд в Масахет Юма говорит, когда Александр поднялся или подступил к Иерусалиму для того, чтобы его разрушить, и Ацалик на то Шимон Ацадик. Ему на встречу вышел Шимон Ацадик, который в то время был Куэн-Гадуль. То есть по-русски это праведник Шимон. Шимон Ацадик. Не знаю, по-моему, в русской традиции это называется Он что-то такое, если я не ошибаюсь. Мне так кажется. Окей. Шимон Ацадик. Так вот, Шимон Ацадик, Шая Куэн-Гадульу Манли Каума, который на то время был первосвященником и вообще как бы народным лидером. Яцали крат Александр Мукдон. Он вышел на встречу Александру Македонскому. Одетый в великолепные одежды первосвященника. Упагашу то бэ антипатрис. Он его встретил в месте, которое называется антипатрис. Сколько пишется. Лият Роша Айн Шильямэн. Который соответствует городу Роша Айн в наши дни. В Ишихнау то, В Ишихнау то, Ото Лашмид Давка, это Микдашин, Шимон Ацадик. Он Давку убедил. Шимон Ацадик убедил Александра Мукдона, Македонского. Чтобы он как раз наоборот, чтобы он вообще говоря уничтожил храм этих самаритян. Александр Ахэн Шамалэц лэцто. Александр действительно послушал своего совета. И как знак. Ото кара – это знак доблести, знак отличия. Это совершенно принятое сегодня выражение. Человек в армии, как в любой армии, тот, который делает какой-то героический поступок или что-то такое, у него есть вот от окара. Ему дают знак. Ну и вообще на любой работе человек себя как бы проявил. Он говорит от окара. От – это знак. Окара – от слова я, от слова якар, от слова дорогой, ценный. Окей? Так вот, Каваш Шимон Ацадик. Шимон Ацадик постановил, что в тот год, шибу Ташана, коля-те-на-хочи-евал-дубы-исраэль, коля-те-на-хочи-евал-дубы-исраэль, икры-у, наверное, надо называть икры-у, даже не икара, но неважно. Каждый ребенок, который родится в Израиле, он назовется именем Александра. То есть, как бы целый год должны были называть еврейских детей, которые рождаются в мужском поле, должны были называть Александра. Вообще, вообще разветое имя Александра, на самом деле, достаточно много знаний в России, вообще-то евреев, которые называются Александра. Ну, сейчас не дико это разум, тем не менее. Следующее. Ну, а дальше сейчас рапширки опять продолжают эту тему, про которую мы говорили, а именно распространение смещенничества вне, как бы, храма, вне того ограниченного пространства, где должно быть. Итак, И так, и так, снова тут возникает логический вопрос, который касается запрета надевания одежд первосвященника вне храма. А вот мы возвращаемся к тому, что мы уже как бы говорили, правильно? А именно, что Шимон, Шимон, отца них, металлэм. Ну, то есть, как бы, отстраняется или абстрагируется. Сейчас вылетело у меня из головы. Игнорирует. Игнорирует. Игнорирует, да, правильно. Вот игнорирует, да. Металлэм – это игнорирует. Кстати говоря, тоже, опять в скобках скажу, не могу удержаться. Вот, возвращаясь к тому, что мы чуть-чуть говорили перед началом этого, на ту тему, о том, что доказательство существования Всевышнего в этом мире это потрясающая вещь, что на иврите слово, как бы, мир, окружающий нас, он называется Олам. Правильно? И Олам, вот просто сейчас этим словом, это это слово, Олам, пишется Айнэ, Ламэк Мэн. И это имя, это однокоренное со словом уходить, исчезать, или, как ты сказал сейчас, игнорировать, да, и точно так же быть Илэм. Быть Илэм – это означает быть безгласным по-русски, то есть, не мой с Алифом пишется. Да, но это правильно, да, но тем не менее приводит это там, правильно, это правильно, но тем не менее игра Алифаин, это тоже красиво здесь, что это Илэм, да, и это вопрос на том, что окружающий нас мир, это сейчас Раф Ширкинс не пишет, я просто вспомнил, да, что окружающий нас мир в каком-то смысле является подтверждением и свидетельством и единственным, через что мы можем как бы познать Всевышнего, а с другой стороны, с другой стороны, он и назван, тем не менее, Олам, почему? Потому что в каком-то смысле Всевышний и исчезает в нем, поэтому это опять же вот эта вот двойственность, она все время сопровождает. Ну, окей, хорошо, идем дальше. Так Шимон игнорировал Миталем, Мя-Исурб, Ра-Ша, возвращаясь к понятию Ра-Ша по как бы экстренному приказу, по приказу, который чрезвычайным, по чрезвычайным обстоятельствам, да, Ра-Ша называется. То есть это Ра-А, Ра-А это инструкция, приказ, Ша-А это время, то есть которое действует только во время ограниченного времени, а именно вот на сегодняшний момент, да. У-О-Т, переходим в страницу, он одевает на себя все шесть одеяний первосвященника, который только восемь одеяний. А я сколько сказал? Шесть. А, да, восемь, конечно, восемь, да, включая Хош-На-Миш-Пат, включая самое главное как бы нагрудник, который называется Хош-На-Миш-Пат. В ее цели Крата Александра, и он выходит на встречу Александра, да. Это вот приводит цитата из Магилла Тестер. Ла-А-Рот А-А-Мим Бе-А-Сарим Э-Т-Я-Фе Ки-Т-У-А-Т-Мар-А-И. Насколько я понимаю, это говорится про Малка Тестер, но здесь в Рапширке приводит это, видимо, потому что в контексте это звучит так, чтобы показать народ А-Мим Э-А-Сарим, чтобы показать сановникам и народам ее красоту Ки-Т-У-А-Т-Мар-А-И, потому что она красива своим видом. Ну, Ди-А-Т-Э-Сарим, наверное, имеется в виду по прямому смыслу сама царица Э-Сарима, а в какой-то... В первой главе там про царицу Вашти было. А, про Вашти, да, я тоже подумал, да, 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 непонятно, зачем он здесь приводит. Ну, как бы идея в том, что когда выводят для того, чтобы показать, когда показывают как бы внешнюю красоту, по-видимому, это говорит как бы об общем величии, поэтому он для того, чтобы как бы поразить Александра Македонского, он не стал ему рассказывать про храм Всевышнего или как Дирмак, или что-то такое интересное рассказывает. Он просто надел по-простому одежду и вышел, по-моему, и все. Это, по-видимому, эффект был достигнут. Александр Агадоли Трашэм Меот. Александр, как бы, Александр Великий, он вполне, как бы, впечатлился. Кширай Шимон Ацади. Когда он увидел Шимон Ацади, Каярат Ми Мир Кавто, он спустил в свои колесницы Вей Штахавэ, и он поклонился. Гдолям Лахим Баткуфа, Аим Штахавэ Ликнея Куэн Агадоли. Ну, и с восклицательным знаком предложения. Самый великий из полководца того времени, да, он поклоняется перед первосвященником. Ничего себе. Кшешаалу ото Мадонна Акаки. Когда спросили его, ну, в смысле, приближенные, спросили Македа, Александра Македонского, почему он так себя повел. Ишифлаэм Ширай, это Шимон, Минацехлафанав. Вот это я, честно говоря, не очень понял, но он видел, по-видимому, видел, он видел перед собой Шимона, да, Минацехлафанав. Наверное, как кого-то, который Минацех на иврите вообще это, во-первых, от слова не цахон, да, то есть успех и победа. С другой стороны, дирижер тоже Минацех. То есть это тот, кто тот, который руководит, лидирует над другими. Я думаю, что здесь, в том, что он видел Шимона, вот Шимона-цардика, что он как бы лидирует перед ним. Вот, наверное, что-то типа этого. Я по прямому смысле не очень правильно, почему это слово, как Минацех. Что значит Минацех? Он руководит им, он лидирует. То есть он увидел какие-то его преимущества. Такая, наверное, идея. Дальше, да, вот в Масехе Тьема сказано «Дмут дьюкано шель-зу Минацех лефанай бэбет милхамки бэ мелхимотай». Да, и он, по-видимому, тут тоже такая фраза написана «Дмут дьюкано шель-зэ». Образ-прообраз вот этого передо мной, как того, который руководит во всех победах, во всех войнах, во всех победах, ну, что-то типа этого. И то впечатление, которое произвел Шимон Ацадик, когда появился во всем величии своего облачения, лавушбы бэгбекиуна, вот когда он одет в одежды первого священства, аярав, было очень сильно. Амаасе аза, аянецар бэхэскат пикохнефеш, альмлатла, ацэрэдэмикдаш. И поэтому то, что Шимон Ацадик позволил себе одеть одеждой первого священства, вот это объясняется тем, что аянецар бэхэскат пикохнефеш. Почему? Потому что это было в рамках ситуации, которая определяется галактически, как и кикохнефеш, аянецар бэхэскат смертельная опасность. Аянатла, ацэрэдэмикдаш для того, чтобы спасти храм. Ну, вот, я не знаю, мы прочитали некоторых усок, у кого-то есть какие-то вопросы, кто-то хочет заметить, либо мы продолжим дальше. Ну, то есть, здесь получается тот же принцип, что первосвященник своем первосвященническом облачении выходит наружу, причем, чтобы показать всю эту красоту как бы царям других народов. да, единственное, здесь как бы, ну, не единственная новая тема, которая была затронута, она, видимо, дальше будет разбираться, а именно, как бы, вот столкновение двух шмоним, столкновение двух масел, столкновение двух культур. И в каком-то смысле даже, ну, Рафшертик говорит, не так, как это обычно представляется, что война между чистыми и нечистыми, святыми и не святыми. Да, то есть, грубо говоря, у нас плюс, у них минус. А он, как бы, так округляет ситуацию. Он говорит, что это, как бы, два ора, два света. Там свет эллинистический, а здесь, как бы, душатый срай. И поэтому между ними есть вот некоторая конфликтная ситуация. Поэтому она, как бы, произошла. Окей? Ну, тоже, как бы... Потому что и тот, и другой свет, да? Ну, да, но тоже, смотри, как бы, я сейчас, опять, я все время сваливаюсь на эту тему, потому что она у меня в голове, я, как бы, более-менее переживаю, да? Вот эти лекции, которые Дима читает, как бы, это тоже, как бы, такая ситуация, что это немножко взгляд, можно сказать, что-то современный взгляд, цивилизованный взгляд, что-то просвещенный взгляд, как угодно. По сути, греческий, да? То есть, вот сама наука, исследование... Ну, да, понимаешь? Ну, да, потому что гораздо, гораздо, как бы, проще понятий, как бы, фундаментальнее основываться на совершенно традиционном определении, которое было. Они не чистые, они грязные, они это тума, а мы это теорак, душа и все прочее. Поэтому, как это в Ставке, Али Несим читают, да, в Ханукове и в Хануку, да, что вот теории победили над нечистыми и так дальше. И тогда как бы все понятно. То есть, мы плюс, а не минус. А даже, как пишут Рапшенки, это, в общем, это не совсем-то уж прямо так, что совершенно плюс и минус, да, а он даже как бы пишет, что-то нет двух видов света, что вообще они были просвещенные пятой и десятой. Окей, ну хорошо, будем разбираться дальше. Хочешь читать? Да. Давай, вперед. Итак, следующий отрывок Тикун Бгам Ахакеуна. Исправление, изъяна священства. Микан Митбарэр, шеф Шарли, иштамэш Баутат, хунаку Ганит, шельг Душа, Гулешек. И здесь выясняется, что можно использовать вот это священническое свойство скользящей святости, да, как-то так. Ну да, Гулешек даже не то, что скользящая, что она проходит так гладко, а Гулешек в смысле, что она изливающаяся, что она выходит из своих рамок. Такая Гулешек в смысле, что это Гулешми Эвер, есть такое понятие. Гулешми Эвер, это означает, что она скользит вне, говоря по-русски, ну либо изливается. А, ну даже, вот он дальше про это так и пишет. Душа, Шам, Эвакэшет. Эвакэшет, Лифро, Цахутся, Лишем Тикун. Святость, которая стремится прорваться наружу для исправления. Да. Таким же образом исправил Пинха Сакоэн грех надав и авиву. Шмей Банавши Ля Харон, Гамкен Гарму Лейт Паштут, Хакодэ Шмей Эвер Ля Меда. Два сына Аарона, также Гарму Лейт Паштут, причинили распространение, послужили причиной распространения святости за пределы. Ну да, Мэвер Ла Меда, то есть вне Меда. Меда – это размер, это то, что определено, то есть вне рамки. Чрезмерному распространению святости. Да, 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 да. Потому что, например, Медот, Медот – это правильные черты характера или поведения. То есть это нечто, что-то определенное. А, стандарт. Меда – это стандарт, да, правильно. Вот Меда – это стандарт. Так, вот тут я не понял. Медхаз, он также действует Меда – Меда, Меда – Меда. Он действует такими способами, как они, в том смысле, что он отвечает Е2-Е4. То есть по поступкам он тоже выходит за эти рамки. Только что у него с плюсом, а у них с минусом. Ага, то есть они как бы вышли за грань, и он в плане суда над ними тоже вышел за грань. Да, но КЭТ – это такое хорошее слово. Но тоже оно, не то, что хорошее, оно употребляет современную эритетуру все время. Например, накат Меда. Накат – это означает, когда человек принимает решение, принимает позицию. Нельзя сказать, что он принял позицию, правильно? У него была какая-то позиция. А на иврите вот накат, да, накат Меда – это означает, что у меня, по этой теме, есть свое мнение, у меня есть своя позиция. Называется Линкот Инда. Занял позицию, да? Занял, да, правильно, занял. Вот накат – это занял, правильно. Удан Адам Мехут Левейт Аддин Вдавка Аль-Идезе Зохеле Хеунат Ола. Он произвел суд над человеком за пределами суда, за пределами дома суда. Бейдин – это суд. Ну, это религиозная сумма, смысл – это суд. Просто проткнул их копьем. Понятно, что это было не по решению суда. Как бы самосуд по-русски называется. И именно благодаря за это он удостоился вечного священства. Да. Это праздник, который он получил, как бы потом, да? Награду, которую он получил. Да, и только вот в аспекте этой статьи мы понимаем, почему именно священство он получил, да? Как раз то, что он вышел за пределы, да? За пределом суда он... Да, так пишут Рафшерки, да? Так это написано в Тории. Закон, позволяющий прорываться за пределы суда – это закон по своей сути коинский. Да, 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 именно так. Ревность Пинхаса находится за пределом обычных рамок. Да, ну Канаи – это по-русски, это вообще говоря, дословный фанатизм, да, фанатизм, конечно, фанатизм. Канаи, Канаи – это фанатизм. Мессупарба Талмуд рассказывается в Талмуде, трактат Сангедрин, 82, первая страница. Да. Шикашер, раа пинхас эт маасе зимри бен салу в косби бацур, что когда увидел Пинхас, вот это действие зимри бацалу в косби бацур, а марли муше, тогда он сказал муше, я припоминаю, что когда ты спустился с горы Синай, я спросил тебя, как нужно судить, в общем, того, кто как бы совокупляется с евреем. С аромит, с аромитянкой. С аромитянкой, да. Да, аромитянкой, да. Вэ Амарта, Канаим Богим Бо, и ты ответил, то есть Пинхас к муше обращается, то есть муше ему ответил, Канаим Богим Бо, то есть вот эти ревнители, они его поражают. Вот так он ответил. Да. Кломар муше юрет минагар у терем гиги али сангидрин, то есть муше спускается с горы, и он еще не дошел до сангидрина. Он так как собрал там с кеним, с кеним в смысле старейшин, правильно, он еще до того, как он спустился, вот, видимо, Пинхас его как-то там спрашивает. И там на пути он обучает его этой Аллахе. Да, сейчас подниму чуть-чуть. Окей. Минсат. Минсат Агав Орха. Агав Орха, да. Так, вот это я не понял. Но я тебе скажу, И это Аллаха, которая побочная, которая маргинальная, скажем так, современным языком. Окейфет – это минсат, которая объезжает, да, или огибает, обходит стороной минсат. Минсат – это очень распространенное слово и сегодня. Минсат, подскажите, как это точно по-русски. Минсат – это все афициоз. Минсат – это афициоз. Вот все, как бы, да, в скобках, все, как бы, такие маргиналы в обществе, которые, я про израильское говорю, которые не хотят прививаться, которые не хотят там это, они маргиналы. Когда человек такой маргинал, он говорит, что он выступает против минсата. Он выступает против афициоза. Вот афициоз – в смысле против официальных учреждений. И вот Минхас, в данном случае, он тоже, он, как бы, обходит минсат. А на то, что минсат – это бейдин. Это настоящий суд, который, как бы, постановлено. Или вот Санхидрин, где сели старейшина. Агафорха – это выражение из Талмуда. Агафорха – это, как бы, как будто Дерахагат. На современном виде – это Дерахагат. Попутно, да. Попутно, да. Дерахагат. Попутно, да. Дополнительное исправление вот этого ущерба священства произошло в тот период, в дни второго храма, во время встречи с Грецией. Белтоофен, как ты сказал, Белтоофен. Таким же образом, да. Да, произошло таким же образом. Да, подобное этому произошло, да, при Беншнем, и Бгашнем, во времена второго храма, при встрече с, ну, греками, в смысле греческой цивилизации. Да, вардо мэ, ира без ман, ради фута ягудзим, бэмэй, антиохас. Подобная вещь произошла во время преследования евреев в дни антиоха. Ну, да, антиохаса. Бэм цауру, пак зирота кашотше, этилу, неса гаеваним, ляхдир этха оршилахэм лето хакелим шелану. Посредством их строгих указов, вот эти греки, наверное, которые вынесли. Даже тяжелых, 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 суровых, тяжелых, да. То есть против евреев имеется в виду, Ну, да. Которые они вынесли, эти греческие правители, они, греки, пытались, внести свой свет внутрь наших сосудов. Ну, да, вот это тоже, опять, мы в стопках говорили, мне кажется, я для себя, это говорю, мне кажется, для лучшего понятия. Ну, смотри, как бы традиционно считается, что-то есть какой О. Они свинью в храм внесли, да, внесли свинью в храм, и мотить Яву как бы восстал и убил их после этого. Ну, опять же, когда, с одной стороны, можно представить это так, или изложить историю так, это как бы очевидно, понимаешь, как борются против свинства. А с другой стороны, как это сейчас представляет Рапшир, когда он-то говорит, что они пытались внести это О. Ш. Лаэм. Не говорится про свинью, это про О. Ш. Лаэм. Про их свет, свет их цивилизации. Но, летох килим шелан. Но, как бы, через наш инструментарий, через наш килим. По-моему, подход интонации, во всяком случае, она совсем другая. Я это красиво сказал. То есть, они стремились просветить как бы дикий народ восточный, да, по сути, это было то, что самое, внести свинью в храм, да? Ну, да. То есть, они думали, что они свет несут, просвещение, там, науку. Да. Ну, во всяком случае, вот такую модель ставят Рапширки, да. Да? Ну, как бы, смотри, это тоже, ну, как бы, хедуш, то, что он говорит, но, как бы, я это до этого тоже слышал, если бы, только известное, бытующее мнение о том, что, как бы, греки, они вообще не занимались тем, что они поголовно, как бы, уничтожали. Они, они захватывали страны, в каждой стране было какое-то свое божество, божество, там, пятое, десятое. Они говорили, нет проблем, продолжайте этим заниматься, только мы поставим своего, и он будет, как бы, главным начальником. Ну, как бы, другие с этим соглашались, как бы, все нормально, у тебя стоит 20 штук, правильно? А этот будет не 21, а будет 1, а твои будут там 20. Окей? А евреи, в принципе, это не принято. Ну, такая идея. Окей? Так, Алькен, Дереха Лухама, Гайта, Давка, Куцадха, Оршелану, Ахуца, Алихем. Очень понял, хотя переводом, как бы, понятен, да? И, поэтому, именно через войну, да? Ну, да, 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 да. Через военное противостояние произошло, произошел выход нашего света наружу, то есть к ним. Не очень это понял, ну, как бы, перевод понятен, но, как бы, почему через войну, ну, наверное, через, через, как бы, ответ, почему это связано, как бы, с тем, что там этот свет вышел. Ну, наверное, через еврейское противопоставление, неприятие, вот таким образом было показано, тем не менее, что, как бы, не знаю, наш свет несовместим с их светом. Такая идея. Взэ хэль бы маасэ ака научэль мэтитьягу, да? Взэ хэль бы маасэ ака научэль мэтитьягу, и это произошло актом ревности мэтитьягу. Ну, в смысле фанатизма или такого агрессивного, агрессивного противопоставления. Вэ фрисат гадре аллаха аль едэй бето шель йоханан коэн гадоль. То есть, это произошло путем… Это следующий пример, да. То есть, ломание границ аллахи… Выход за устава, да, выход за галактический свод законов. Выход за логический свод законов дочерью Йоханана… Йоханана Куэна Гадоль. Йоханана… Не помню, честно говоря, эту историю, и хотел посмотреть, но забыл. Если у кого-то есть… Кто-нибудь помнит эту историю, может… Да, можете написать, погуглите, написать, что это за история с дочкой Йоханана Гадоль, честно говоря. А не знаю, Б забыл посмотреть. Это не та, которая разделась там, и тем самым их пристыдила, и они начали восстание. Тоже не знаю, честно говоря, ты мне эти новые вещи сообщаешь. Ну, не знаю, могу, конечно, Читаю, прочитаю несколько этих фраз, я посмотрю просто. Немца, ну, ламедин, шарак, коах порец, коах когани, вымагу том. Этим самым мы выучили, что только сила прерывается, и сила коинская в своей основе. «Ехоль хая лаамод муль афраца шинифреца аль едей хамид явним». Так, таким образом мы выучили, что только прорыв силы, вот этот прорыв, он по сути является коинским, вот этот прорыв, он сможет противостоять вот этому, вот этой агрессии мит явним. Да, мит явним – это как бы люди, которые подражают грекам. То есть, имеется в виду евреи, которые вели себя как греки. Так, ну, я дочитал, ждем Натана. Ну, хорошо, тут историю можно посмотреть, в общем, там идея такая, что как бы считается, то, что я просто на одной ноге быстро прочитаю, считается, что тот, кто был главным защищником еврейского сопротивления или началом восстания, был Матисьяву. А как бы объясняется, что есть еще одно мнение в традиции, которое на самом деле, что это была их сестра, вот эта вот сестра, про которую мы здесь говорили, дочка Юханана Агаду, которая сделала что-то такое, которое тоже, в общем, были сделаны специальные запреты на евреев, для того, чтобы показать, что они не слушаются греков. Она сделала что-то такое, что, в общем, не было, как бы, Макубарь принято, но тем не менее, это был некоторый, как бы, сима. Это то, что я на одной ноге прочитал, но уводит нас от истории, но, в принципе, это можно будет потом посмотреть и, как бы, дополнить. Вот Тимофей написал в чате, дочь Йоханана Юдихи накормила врага молочными яствами, а когда тут уснул, убила. А, это мне тогда, ну, это то, что Википедия говорит, да, так, если побыстрее. Может, еще какой-то другой кейс? Ну, ну, черт, очень долго написано. А, киванши, рау, иванемши, инистральмургин. Очень много, не знаю, хорошо, предположим, что сказал правильно, хотя, по прямому, если пока этого не зашел. Ну, наверное, почему-то. Сейчас, вот, только, ашире цитает, это, икар, алаэм, ларсик, лисеот, это, безерот, подверг, мугляц, литалэм, и, не знаю, не знаю, конкретно про то, что ты говоришь, про это не было. Мы искали другие, другие ксирот были, о том, что постановили Иваним, что берут невесты из-под хубы, и, как бы, ложатся с ними, и все такое. И, поэтому, для того, чтобы, как бы, не прекратили, не знаю, какие-то там были, делали вещи, которые потом, и восстанавливали девственность, для того, чтобы они выходили замуж, все, а она выступила мятежом после этого, и, в общем, не знаю, подняла мятеж на эту тему. То есть нарушила Аллаху для того, чтобы... Ну, да, 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 вся эта вот идея, вот эта вот опять, это, как бы это, ну, конкретно про это место, я, окей, все это. Окей. Я, по-моему, то, что ты говорила, то, что Тимофей сказал, ты идив, по-моему, с молоком, и все, вот эта вот история, нет? Да, да, то есть... но разве это она была? По-моему, это нет. Ну, вот я тоже нашел, да, в интернете, да, пошла в жены к этому полководцу, и там его, значит, убила. Да. Ну, хорошо. Все, собака, давайте дальше пойдем, иначе мы... Это самое. У кого-то есть, да, во-первых, есть вопросы, пожелания на ту тему, что вы прочитали, народ, отзывайтесь чуток, чтобы мы понимали, что вы с нами. Ну, хорошо, если вопросов нет, у кого-то есть желание читать, либо я подменяю Андрея. Хорошо, народ без молоствует, я иду дальше. Амит-явним. Вот это вот и есть известное выражение, называется, мит-явним, это те, которые следуют за греками. По-русски, в одно слово не сказать, но верить это говорится. Мит-явним, это грекующие, скажем так. Те, которые эллинисты, грубо говоря, евреи-эллинисты, они называются, на еврейте, мит-явним. А мит-явним, давайте будем называть слово мит-явним, я его объясню, потому что иначе точно сложно каждый раз несколько слов русских подбирать. Так вот эти, мит-явним, первые мит-явним, эллинистические иудеи, да, которые шутфу-пула, ну, не кооперировались, а как это, сотрудничали, вот, которые сотрудничали с греческой властью, они были именно первосвященники, как, например, был Ясон, Шаяниношик, Шимона Цадди, который вообще был правнуком Шимона Цадди, да, и еще один по имени Элькимус, Шаямуханнышатэвку, ула лорак имма, ит-ит-явнутшил Ярушалаем, элэшемник Дашатсмо, который, как бы, сотрудничал не только на тему эллинизации Иерусалима, но и вообще всего храма. Дальше объясняется, вот этот Элькимус, не знаю, если кого-то кто-то под рукой может погуглить, Ян Пертахова тоже никогда не слышал, про первого, кто тут был, Ясон, это известная история, ну, так, более-менее, как бы, читал, а вот Элькимус, я такого первый раз слышал, если кто-то может, бросите посмотреть, чем написано. Вот этот Элькимус, битаркуэнагадоль, парадс, шалош, шалош, сре, прорцот бамикдаш. Вот этот Элькимус, он в роли первосвященника, он прорубил, шалошица, 13 проруби, или, как это, проходов в храме. У парадс, это прорцот, дав хаби маком, а не кра хель, о хель. И он прорубил, прорвал именно в том месте, которое называется хель, или еще хель. И так называет, дальше, рахава, беарабайт, шейкифа, это из рот, бамикдаш. Это такая, это некоторая площадка, рахава, пространство на храмовой горе, которая окружала, вот написано, азарот. Азарот, я совершенно небольшой специалист как бы в том, как выглядел храм и различные его части, но азарот, это различные, как бы, от слова эзов, то есть по-русски это звучит как подсобка, но это нет, может быть, это и подсобная, но самое главное, что это были различные места для нахожения различной публики. Например, из рот на шима. Из рот на шима там, где женщина находится. В современной или вообще в синагоге есть место, которое называется из рот на шима. Из рот на шима – это там, где обычно отделяют женщин для того, чтобы они не смущали мужчин, так это и происходит в синагогах на следующий момент. Это называется азарот. Вот это вот специальное место, которое окружало эти подсобные, подсобки, грубо говоря, вот оно называлось хэль или хаэль. Вот дальше продолжает раф шерки. А хэль, а я бедр, бегово шэль, а сарат фахим. А вот этот вот хэль, да, это был как бы некоторое такое заборное возвышение высотой всего асарат фахим. Тэфах, насколько я понимаю, это ладонь, да, то есть это очень немного. Шмуним сантиметр эбильват, который по величине всего 80 сантиметров, меньше метра, и поэтому такой величинный забор, никакой нет проблемы через него как бы перейти. То есть это было сделано не для того, чтобы сделать физическую преграду. Это я от себя добавил. И речь это не идет о создании какой-то высокой физической преграды, да, стенки, предназначение которой препятствовать прохождению людей. эла гэдер шесть семна, шесть семна это маком, а речь идет о некотором препятстве, заборе, если можно так сказать, да, которое семна, это символизировало место шада лахмутарлы гойла и конес, которое как бы даже семна не рельстворяла, а лесамена это указывало, да, была семаном, да, указывало место, до которого не еврей, можно было доходить. имкен, а хэль, и из-за этого тогда получается, что вот этот вот хэль, уа афхана бенесаэль ламим, и получается, что вот этот вот хэль, это и есть как бы, я добавляю физическое, я добавил слово физическое, физическое выражение, разделение между Израилем и народами. это афхана азур отца эль кимос леватэля, вот эль кимос, он хотел аннулировать как раз вот это вот это разделение. Усаваши ганулы и да, о космополите, и он читал, что мы уже достигли того, что мы достигли эпохи космополитизма, шебуа и аду тэна эла сукшель фольклор, при котором еврей является видом как бы фольклора. фольклор, я так понимаю, что здесь наверное речь идет о том, что это как бы национальное, свойство национального характера, скажем так. Традиция. Да, в смысле даже традиция, я специально не сказал слова традиции, потому что традиция еврейская, традиция аллахот и все прочее. А как бы фольклор. Обычай, у каждого народа есть свои обычаи. Микре, да, вот Микре про Тишель Тарбута Клалит. Что с тобой представляет как бы частное представление общечеловеческой культуры. А Тарбута Клалит и эллинистит Иванит. И это видимо дальше его представление. Он считал, что общечеловеческая культура это культура эллинистическая, греческая. Вьеш, офон, иуде, льет, иванин. И поэтому вполне существует как бы возможность или образ. И нет способа, при котором еврейский способ быть греком. Ну да, то, что мы потом как бы парафразы, это я от себя добавляю, да, как основатель немецкого реформизма, как его звали? Блин, Менгельсон, да, Ирш Менгельсон, Ирш, 19-й, который говорил, что кто такие эти самые евреи, которые живут в Германии. Это немцы еврейского происхождения. Ну вот здесь поэтому такая же идея была, что это как бы вполне можно быть евреем, но при этом, при этом это как бы быть греком, но еврейского происхождения. Еш, Иваним, Иваним. Вот есть греки, греки, то есть, по-видимому, греки, которые родились греками. Еш, Иваним, Мицрием. А есть греки, которые египетские. Еш, Иваним, Бавли. Есть греки, которые вавилоняне. Векам, иудим, и также евреи. Эм, Сух, Мисуям, Шел, Иваним. Они представляют некоторый вид греков и греческой цивилизации. При этом у них есть как бы свой храм. Ну, наподобие того, как у других народов тоже есть свои храмы, как это было вот в этом регионе. Окей? Эн, Зэм, Микдаш эксклюзиве. Это некий еврейский Микдаш, он не является Микдашем эксклюзивом или чем-то особенным, который, по-видимому, идея такая, это я от себя добавляю, что он аннулирует все остальные. Он вполне может вписаться в греческую как бы культуру. Окей? Чуть-чуть прокручиваем. Тиргума, а, Тиргума Атурала Иванит, а вот перевод Торы на греческий язык. Патах, Петах, Летиргумин, Бесофотах, Иродки, Гон, Латинит, он как бы открыл начало переводом на другие языки, как, например, латинский, английский, латинит, англит, церфатит, латинский, английский, церфатит, французский, другой. А оказалось, что есть тоже версия на иврите. Но я думаю, что это с сарказмом связано. Да, то есть как бы первоисточник на иврите он с их точки зрения является еще одним еще одним языком. То есть есть перевод на русский язык, на такой-такой, но есть еще иврит, то есть как бы один из них. Окей. Тфиса, Зуба, Лумарше, Асафаме, Курит, Ина, Эла, Курьез. Да, и это вот такой подход, он как бы был призван выразить подход, который говорит о том, что оригинальный язык, а именно иврит, является ничем большим, как на уровне Курьеза. И поэтому гораздо более удобно для всех использовать греческий язык, который был стандартным в те времена. Ну, типа как на английский, вот перевод все говорят по-английски. Значит, надо это самое утруждаться и как бы это самое на иврите. Гораздо сложнее. И в этом находилось свое выражение аннулирования израильской уникальности. И которая включала также уникальность национальную. И про это сказано, про это сказано, или это имеет в виду вставки Алинисим. Вы знаете, да, что когда в Алинехануке есть, читают специальный вставк, который называется Алинисим, а именно за чудеса. Вставка, которую читают Мунаэс-Ректи, которую читают Алинисим, Алинифла, Асик и так дальше. Можете посмотреть в Сидурах есть перевод. А именно там сказано очень интересное выражение, и Равшебки его анализируют. Написано Лишкахан Митурадха. Лишкахан, и я думаю, что тут стоит и фильм. То есть по-русски это невозможно сказать в одно слово. На иврите можно сделать активное простое, активное и пассивное. Правильно? Лишках по-русски это забывать. Как делать другого, чтобы он забыл? Видимо, нельзя в одно слово это сказать. Сделать его забывающим. Заставить их забыть. Заставить их забыть, но иврите это одно слово Лишкахан. Потому что это эфиль от слова Лишках. А М на конце это Эмма. Это вот там. Это их. Заставить их забыть. Видно, что здесь есть активность, активное действие. Сделать такие действия, которые будут заставлять забывать Митурадха от твоей всевышнего Торы учения. Эт Тора Эт Тора Лукхим Мавкииму Талы Тувата Торбута Клоид. А именно, берем Тору и Чаучей или как бы имеется виду божественное учение, Мавкииму Торбута. Лавкия Это означает аннулировать. Можете посмотреть в переводе. В современной еврике, например, есть Лавкия Дамот. Лавкия Дамот это, например, когда государство хочет построить что-то, а кто-то на этой земле живет. То Лавкия Дамот Баалим это означает взять у тех, кто является хозяином этих участков и отдать это в распоряжение государства. Называется Лавкия Дамот. Вот это то же самое, взять как бы Тору и Лавкия отобрать, лишить права владения у ее настоящих как бы Баалим тех, кто ее владеет, для общей культуры, для универсальной культуры. Вет Ам Исраэль Машкихим Метуразу и народ Израиля его забывают, ну так, это не чисто русский язык, но тем не не забывают, его, то есть делают действия, которые, при которых он забывает о своем учении. Машкихим Метуразу. Вот этими самыми действиями. Это интересно. Это, кстати, тоже объясняет, почему я помню, были большие рассуждения, давайте, есть фрагология, ну как бы, что плохого в переводах. Вообще, как бы, за то, что переводы это часть человеческой культуры вообще, и как бы, есть общество переводчиков, и во всех странах, и в России вообще переводы. Вот был журнал такой уностранной литературы, я его читал, другие его читали, было окно просто западный мир и пятый десятый. Что такого плохого, что перевели как бы Тор? Мы знаем, что есть один из параметров, почему как бы постятся, по-моему, это Юдзайн Бетамос. В этот день перевели Тор. Ну как бы, ну это что перевели, ну как бы, мы за переводы, наоборот, типа интернет, ну а то, все, пятый десятый. А вот здесь как бы объясняется, в чем была, в чем мудрецы видели негативные или как бы катастрофические последствия вот именно этого перевода. При этом как бы теряется уникальность и культурная, и религиозная, и национальная еврейская, потому что как бы язык оригинал, он становится курьезом в смысле, что это одним из языков. Типа написано санскрит. Ну кто сейчас будет читать на санскрите? Ну кто как бы специалист, переведен, например, на русский язык, мы все будем читать, все будем проифровать, потому что мы все понимаем. Как разоправильнее перевести это на какой-то типа английского языка. Окей, читаем дальше. И поэтому единственным как бы вещем либо действием, которое могло этому противопостоять, это масло первосвященничества или первосвященников. И поэтому вот эта вот история с пахшеном, это известно, это как бы символика ханукальная, кувшинчик с мясом, с мясом, слегка, с маслом вообще говоря. Так вот чудо с кувшином с маслом приходит для того, чтобы нам показать, что мы победили не из-за того, чтобы были, превосходили как бы в военной силе. Потому что есть божественное присутствие в Туре Израиля, в учении Израиля, в Туре Израиля. Шина немцет б хохмат айвани, которые не находятся в греческой или мистической от себя добавляю общей культуре. А в ней есть не просто что-то уникальное, а в ней есть божественное. И это то, что проявилось в чуде с кувшином с маслом. А кухширя кауна гуши и фшир это притсат ахуца это не сахон а мухэт шиля хашмона им. И поэтому опять повторение того же мотива. Равчатки говорит сила священничества кауны это то, что позволило прорваться как бы наружу и осуществить вот этот решительно ошеломляющую победу хашмона им. хашмона им хасмоне лахэна алаха и шэнерот аханука мадлики вот это теперь очень интересно. Я тоже про это как бы смотрите поэтому говорит ханукаль 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 свечи зажигают снаружи. В то время когда любой другой свет который как бы дома человек который зажигает он служит для внутреннего освещения. а ханукальный свет он разгоняет тьму именно снаружи. И это мне кажется очень интересно. Я как-то про это ну как бы это известно да персуманица есть такое выражение почему надо зажигать ханукальные свечи на определенной высоте высоте не очень высоко и не очень низко для того чтобы прохожие видели. Есть такое называется персуманица персуманица это грубо говоря реклама чудо говоря сельянным языком все прохожие должны это видеть поэтому те кто бывал в Израиле ну или вообще я не знаю сейчас тоже люди не боятся мы как-то скирегались этого в России зажигать окей сейчас те кто зажигает зажигают это хаббат ставят огромные хаббатские хамукиоты и пятые десятые вот но правширки подширка сейчас специально для хамуки и действительно интересно почему когда я это прочитал мне пришло в голову интересно собственно субботней свечи надоener ставить на подоконник хотя казалось бы если по такой же логика это персуманина но почему как бы всем не показывать точно так же мы ставим субботние свечи предположим если гладкая алаха субботние свечи надо ставить как hannuk на подоконник в том месте в котором мы видели проход ну а зачем ну как зачем для того чтобы всем показать что 7 дней творения мир был сотворен всевышним казалось зачем логично. Тем не менее, этого нет. А их ставят именно дома. А ханукальные выставляют. И вот Рафширке объясняет, почему как бы разница. Почему именно ханукальные? Вот это вот интересно. У меня вообще было это интересно. Что так как бы по прямому не очевидно. Почему ханукальные НЭС чудо надо как бы ну не пропагандировать, но всем показывать, да, и хламировать, что все видели. А субботней свечи нет. Вот это интересно. Окей. Есть вопросы, соображения? Не очень понятно все-таки, как в историческом смысле еврейский свет прорвался в результате вот этой восстания Хашмане. Там это было сказано одной строчкой. То есть вроде повсюду греческое просвещение, да, светская наука, философия. Кроме вот свечей, которые мы зажигаем в ноябре-декабре, да, в чем вот этот свет, прорвавшийся наружу еврейский, непонятно. Смотри, я думаю, я думаю, что тут ответ, он сложный. И как бы, ну, Рафширке тоже его сложно представляет. И мы видим, что как бы и в истории, и современной, и менее современной. Нет однозначного ответа. Когда говорят, что, например, орлы гуин, такая известная фраза, да, расхожая, можно сказать, свет, как бы, свет народа мира. А в чем он выражается? Ну, Эйнштейн тоже в каком-то мире был свет народа мира, да? Нобелевский лауреат, они тоже свет в каком-то этом самом. Евреи, которые, значит, там продвинули в различных областях нееврейские, как бы, нееврейские направления. Я не знаю, там, банковскую систему, возьми любую. Ай, такие всякие интернеты, то, все, пятое, десятое. Как бы, евреи всегда, как бы, они непропорциональны их, как бы удельному бесу в народах. То есть, это тоже какое-то продвижение человечества. Но, тем не менее, по-видимому, как я понимаю, ответ Равошерки, что в Турат-Исраэль, в Турат-Исраэль, есть что-то уникальное. Это уникальное не на уровне фольклора, а типа, у каждого народа есть что-то свое. Это то, что на сегодняшний, знаешь, это как бы, это распространенное мнение, как бы, о скалы, вообще говоря, про священие, честно, среди евреев, да? В смысле, что, ну, не надо так особенно выпендриваться, у всех есть что-то свое. Шаман бьет в свой, этот самый бубен, индейец это, у французов есть своя культура, у англичан есть своя, у итальянцев есть своя культура, но и евреев есть своя культура, в каком-то смысле, ну, вот, как бы, светский сионизм, он где-то похожее говорил, быть в семье народов, то есть, внести, как бы, свою квалитетную часть. Окей? Ну, тут несколько другая вещь, он пишет, что если не заключается, что у всех есть какая-то часть, ну, мы боремся за какую-то культурную автономию, скажем так. Он говорит, нет. То, что утверждали Хашмон Алик, это то, что, то, что есть в Торе, в Торе, и то, что есть в оригинале, написанном на иврите, в этом проявление чего-то уникального, это уникальное, оно супер уникальное, для проявления Всевышнего. И поэтому это не находится на таком же уровне, это находится на таком же уровне. Поэтому это невозможно сделать, просто интегрировать как в человеческую культуру. Хотя, с другой стороны, понятно, что какая-то интеграция на данный момент. И, как бы, обмен, соответственно, современная философия перетекает в иудаизм, и современные еврейские философы, это то, что Рамбан говорил по Аристотелю, Рамбан и так дальше. Понятно, что есть какое-то сливание, но при этом, при этом все время, по-видимому, правильно, чтобы оставалась такая точка зрения, которая достаточно трудно доказывать о том, что, тем не менее, Турат и Стролей там есть супер-уникальность. Почему? Потому что она от Всевышнего. И это, и это, и это, и это по-видимому. Вот то, что показывается ханукальными свечами, которые ставит себе вот этот персуманист. Наверное, как-то так. Ну, окей. есть какие-то замечания, предложения, мысли. Ну, хорошо, у нас еще осталось 15 минут, хотите прочитать вот этот вот еще абзац? Может, возьмем паузу до следующего раза? Давай, да, я тоже, я как бы, не то чтобы утомился, на самом деле, как бы такой перевод, он занимает какие-то усилия. В общем, все идет хорошо, и так, грубо говоря, текст написан на Рафшерке пишет на языке, который, даже человек, который, иврит, это, как бы, мой неродной язык, но тем не менее, за исключением каких-то отдельных вещей, там, исторических, галактических, которые, аудитории, которые обращаются в Рафшерке, вот, а мне, как бы, это непонятно, во всем остальном, в общем, это вполне понятно, и, как бы, удоволаримый, грубо говоря, вполне можно понять без особых усилий. Окей, я думаю, что мы вполне, как бы, ну, грубо говоря, понимаем, о чем говорит Рафшерк. Мне самому кажется, что, мне самому, как бы, очень интересно, это, во всяком случае, про Ханнуку, ну, как бы, достаточно много уже прочитанное, сказанное все, но подход Рафшерке, он интересен, и он, для меня, он действует тем, что это, ну, скажем, не какие-то исторические реминесценции, и не ответ на вопрос, а как это было по-настоящему, как-то вот так, а он, для меня, прежде всего, интересен тем, что он все время связан, он все время, как бы, отзывается эхом с еврейской историей, скажем, давней и недавней, то, что происходит в наши дни. Это, это, это мамаш, мамаш разговор, это мамаш дискуссий, которые происходят все время, это дискуссии в самом Израиле, быть частью народов, либо стоять на своем, что-то дает что-то уникальное, что, вообще говоря, вполне противоречит, принятому в современном мире, как бы, демократическом, что вообще вертикали нет, а есть горизонталь. Все равны, все одинаковы, и так дальше. И это очень, как бы, тяжело людям объяснить. Я, опять, знаю людей, которым, нереджиозные люди, которые участвуют в Мерске Душе, вот, когда они впервые слушают слова, вот, где говорится, и ты выделил нас среди всех народов, и так дальше, и выделил нас, и ты у нас, и они как бы взмущаются, говорят, ну, что это такое, ну, это типа расизм, ну, как можно сказать, что кого-то кто-то выделил, то лучше там, это типа того, что сразу начинается парафраза, цвет кожи, туда-сюда, цвет глаз, вообще, не дай бог, какие-то российские теории, что же это такое. И вот тут надо каждый раз как-то пытаться это объяснить. Не просто, на мой взгляд, не просто. Для тех, кто как бы не в теме, грубо говоря, это очень просто объяснить. И вот, как бы такая статья арабо-шеркинг, она, в общем, проливает какой-то свет и дает дополнительное, так может называется, дополнительное вооружение для тех, кто хочет отстреливаться. Стоп? Ну, хорошо, на этом заканчиваем, правильно? Да, до следующей встречи. Спасибо огромное. Всем счастливо пока. Очень интересно. Вот мы уже несколько раз сообщили в Телеграме, как это проходило. Сейчас Раф Шерки начал чрезвычайно интересный курс, который тоже является, по-видимому, таким и веянием, и велением времени, а именно для самой широкой публики, которая не только религиозная, хотя он читает в своей Киеле свою общину в районе, который называется Кирьят-Муше, такой оплот религиозного сионизма, там Музадрав Кука центральное заведение. Читает, но тем не менее обращена вообще говоря к общей публике, называется Калали. По-моему, Ренолхим, и оказывается, что Рамбам, вообще говоря, написанный более 500 лет назад, чрезвычайно актуален, по-русски это называется путеводитель заблудших или сомневающихся, колеблющихся, вот как-то вот так. Да, в особенности в интерпретации как бы Рао Шерки, чрезвычайно актуально, чрезвычайно интересно, очень поразительно. Может быть, я знаю, что я внутри как бы технически всего этой организации, будет распечатка. Когда будет распечатка, может быть, мы найдем как-то время для того, чтобы либо частично, либо как-то в общем постараться тоже перевести, посмотреть, потому что это очень здорово объясняет и как бы очень здорово соответствует тем самым разговорам, которые мы между собой вообще говоря ведем. Окей, ну хорошо, все, запись выключается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!